Трэшовые истории про яжемать с форума Reddit. Ветеран Вьетнама против яжематери. Ты же девушка, тебе не нужно образование. Возьмите моего сына на работу. Ветеран Вьетнама против яжематери. Это было около года назад. Итак, вечер пятницы, время 17.45. Я еду домой в метро. Был очень тяжелый и холодный рабочий день. Да, я не сижу в офисе, а занимаюсь тяжелым физическим трудом. Но я не грущу, так как впереди меня ждут выходные с моей женой и мужем. Жена моя настоящая жена, мой муж это мой иксбокс. Это брак по расчету, как Чак и Ларри. Табличка сарказм. Итак, первая остановка. Заходит типичная яжемать с коляской, в которой маленький ребенок. И двое детей постарше заходят на своих двух лапах. Заметив, что сиденья переполнены, она закатывает глаза и паркует коляску прямо перед дверями, чтобы другие пассажиры не могли войти или выйти без ее позволения. То есть, абсолютно каждому приходилось просить ее отодвинуть свою тачку и всякий раз она занимала прежнее положение. Также она достала свой липкий, покрытый слизью айфон и начала серфить. Одновременно стонет так, чтобы все обратили внимание на то, как же ей неудобно и тяжко. Она постоянно со злостью смотрела практически на каждого, кто сидел на сиденье. Вероятно, намекая на то, что вы ей уступили. Через одну остановку вошла девушка, которая была явно на восьмом или девятом месяце беременности. Я уж знаю, что это действительно тяжело, и тут я уже не мог позволить себе сидеть, пока женщина будет стоять и страдать. Я подозвал девушку рукой. Не хотели бы вы присесть? На что она отвечает, спасибо большое, спасибо. Беременная девушка садится на мое место, а я встаю рядом с ней. Краем глаза замечаю, что это пробудила я же мать. Я не поняла, это что еще за беспредел? А почему вы мне не уступили место? У меня же больше детей. Вы не спрашивали? Так и она тоже. Блин, действительно, она и не должна была, разве вы не видите, в каком она положении? Ты слепой, что ли? У меня здесь четверо детей, моя жизнь тяжелее, чем ее. Так дамочка встала и уступила мне место, ты же еще даже не родила, какое ты право имеешь занимать мое место? Женщина, отстаньте от милой леди. То, что вы нарожали кучу детей, не позволяет вам вести себя так, будто вам все должны. Заткнись, я с тобой не разговаривала. Я вам уступать места не буду. Если вы хотите, чтобы люди к вам относились хорошо, то и вы должны вести себя соответствующе. А пока вы грубы и невежливы с окружающими, то не удивляйтесь, что вас игнорируют. И да, то, что у вас четверо детей, не дает вам право требовать от других каких-то особых привилегий. Вы такой же человек, как и все остальные. Ты как со мной разговариваешь, шавка? Еще не доросла, чтобы меня поучать. И тут я вижу, как эта горилла стремительно направилась к этой леди и даже почти схватила ее за волосы. Но я успел выдвинуть резко свою руку и я же мать просто рухнула на пол вагона. Не подумайте ничего плохого. Нет, нельзя поднимать руку на женщину. Но что делать в ситуации, когда физически превосходящая женщина хочет поднять руку на хрупкую беременную леди? Ты совсем умом тронулся? Я сделала для нашего государства больше, чем весь этот вагон вместе взятый. Я подарила им четверо детей. Такой недомерок, как ты, обращаясь ко мне, просто не способен сделать то, что сделала я. Подарить жизнь человеку. И тут произошло то, чего я совсем не ожидал. С места встает одна пожилая дама, которой было не меньше 80 лет. Так точно. Что ты несешь? Раздвигать ноги – это не вклад в государство. Я, в отличие от тебя, родила и, главное, воспитала восьмерых детей. Отслужила во Вьетнаме. После этого я стала работать в пожарной службе и успела спасти столько народа, сколько тебе и не снилось. Но я не требую никаких привилегий, в отличие от тебя. Тебе не стыдно? Ты из какой пещеры вылезла, что ведешь себя как абориген? И тут поезд делает остановку. Дамочка поднимает свою палочку и начинает ею толкать ежемать. Та, в свою очередь, злобно на всех фыркнула и быстро убежала из вагона вместе с детьми. После чего пожилой даме начали хлопать все пассажиры нашего вагона. Вот кто действительно заслуживает особого отношения. Ты же девушка, тебе не нужно образование. У меня есть двоюродная сестра, она на два года старше меня. Когда девушка закончила школу, ее родители отправили дочь в местный университет, где уже учились другие мои кузены. Это неплохое высшее заведение, но не высокого уровня и не очень перспективное. Несмотря на то, что у кузины были другие варианты, мамаша ее была зациклена на этом конкретном заведении. Главным образом потому, что хотела, чтобы дочь проживала дома, в кругу семьи и находилась среди знакомых людей в студенческой среде. Поэтому подавать документы в другие заведения ей запретили. Спустя два года наступила моя очередь продолжать учебу в высшем заведении. Я выбрала лучший университет, самый престижный в стране. Сдала вступительные экзамены и была зачислена в студенты. И вот тут началось то, чего я никак не могла ожидать. Нет, я догадывалась, что тетя может среагировать странно. Но я не думала, что она сможет настроить против меня остальных родственников. Никто по папиной линии не позвонил мне с поздравлениями. Зато спустя два дня мне начала названивать моя тетушка. Алло, привет! Здравствуйте! Я слышала, что ты скоро уедешь учиться далеко от нашего городка. Да, и я очень этому рада. А чем тебе не понравился наш местный университет? Там же вся наша родня! Мой более перспективный, и у меня возможностей будет больше и предложений по работе. Но моя девочка учится в местном и постоянно жалуется, что ей не хватает друзей, и было бы хорошо, если ты училась бы с ней. И что вы мне предлагаете? Если я откажусь от этого предложения, то не смогу больше никуда поступить в этом году. Как что, глупышка! Забери документы из своего университета, а на следующий год поступишь в наш. И что, что он не такой престижный, зато моей девочке скучно не будет. То есть вам важно только то, что будет ли скучно вашей дочери или нет? Я вас правильно понимаю? Ну, каждая мать так думает, я забочусь о ее счастье. Тем более, зачем тебе образование? В смысле? Ну, ты же девочка! Замуж выйдешь и деток растить будешь. Зачем прыгать выше головы? Ха-ха, ну вы и смешная. Мы в 21 веке живем как-никак, а это значит, что я сама решу, где мне учиться. После этого я просто молча бросила трубку, так как выслушивать этот поток шлака и грязи я совсем не хотела. Да, к сожалению, некоторые родственники перестали с нами общаться, в том числе, конечно, и тетя. Но я ни о чем не жалею, я думаю, мы немного потеряли. Возьмите моего сына на работу. Несколько лет назад я работала в магазине, который занимался покупкой и продажей поддержанной электроники и сопутствующих товаров. В основном это были фильмы, игры и поп-культура, но мы также предлагали самые разные вещи, такие как камеры и наушники. Магазин считался очень популярным из-за низких цен и того факта, что мы обычно платили больше за поддержанные товары, чем наши конкуренты. Но покупателям также нравилась приятная и легкая атмосфера, присущая нашему обслуживанию. Персонал заведения был очень сплоченным, руководство поощряло непринужденный подход к каждому клиенту. Поэтому это было не только отличное место для покупок, но и классная работа, что подтверждалось фактически. Как обычно, в течение всего времени года нам поступали заявки о приеме на работу. На самом деле у нас за прилавком находилась коробка с предложениями, которую нужно было опустошать раз в неделю для подачи руководству, потому что она быстро заполнялась. Как розничное предприятие у нас был умеренный оборот. Наш магазин был небольшим, постоянно там работало всего 11-15 человек, поэтому мы только изредка брали новых сотрудников. Это не мешало людям регулярно подавать заявки, особенно недавним выпускникам, которые надеялись, что крутой магазин видеоигр может стать местом их первой работы. Я работала на передней стойке в тот день, когда посетительница, назовем ее заботливая мать, открыла входную дверь и вошла в магазин. Это произошло некоторое время назад, поэтому наш разговор, конечно, передам весьма приблизительно. Женщина подошла ко мне и я улыбнулась, приветствуя ее. Привет! Чем я могу вам помочь? Привет! Я хочу поговорить с менеджером. К сожалению, он сейчас в главном офисе, босс действительно отсутствовал. Могу ли я вам чем-то помочь до того, как вы сможете встретиться с начальником? Мой сын подал заявление о приеме на работу месяц назад и его до сих пор не взяли на работу. Вы мне скажите, как это называется? Я ответила заботливой маме извиняющимся голосом. Ой, простите, мэм, мы получаем много заявлений, и наш менеджер по трудоустройству не может перезвонить людям, если они не приняты на собеседование. Такое положение должно быть упомянуто в заявлении, но мне жаль, если вашему сыну не сказали этого. Тем не менее, мы храним все поступившие заявки в течение шести месяцев. Поэтому, если свободная вакансия откроется, мы все равно сможем рассмотреть его кандидатуру для приема на работу. Она фыркнула и закатила глаза, саркастически рассмеявшись над моим объяснением. Это смешно слушать. Мне лично кажется, что вы настроены против найма мальчиков. Удивленно моргнула, глядя на нее. В коллективе я была одной из двух девушек, работающих в этом магазине, по сравнению с одиннадцатью парнями. Из четырех человек, видимых в данный момент за прилавком, я была единственной представительницей женского пола. «Мэм, наш персонал состоит в основном из парней. Всего две девушки здесь работают, одна из них перед вами». Странная дама, казалось, только сейчас заметила это. Она начала немного дергаться, потому что сильно волновалась, но продолжала нервно смеяться над своим предположением. Потом замолчала и спросила. «И что, вы вообще против найма, работяги? Мой мальчик однозначно лучше тебя, как работник». Я, признаться честно, не знала, что сказать. Пыталась быть серьезной и не смеяться, потому что такой странный вопрос поставил меня в тупик. «Нет, вы неправильно все поняли. У нас просто много претендентов, и шансы быть выбранными невелики. Это не личное и предвзятое отношение. Но если вы лично хотите спросить менеджера об этом, я могу посмотреть, вернулся ли он в офис». Женщина все еще недоверчиво ухмылялась. «Нет, это уже не важно, просто смешно. Я отправляю сына в другое место, он будет работать у ваших конкурентов». Она сердито топнула ногой и пошла прочь. После того, как заботливая мать скрылась за порогом, мы с коллегами просто посмотрели друг на друга и начали смеяться. Еще немного поговорили об этом, и когда менеджер вернулся, мы рассказали ему о встрече с яжемамкой. В основном он повторил другими словами то, что я пыталась объяснить посетительнице, что это было одно предложение в море многих, и оно не было отклонено личным предубеждением. Честно говоря, если вы придете в магазин и потребуете у менеджера нанять на работу вашего ребенка, это, вероятно, только ухудшит его шансы быть принятым. Никто не захочет иметь дело с чьим-то сумасшедшим родителем, постоянно опекающим свое чадо. Смотрите также другие яжемать истории с Reddit.